На этом уроке мы проведем грамматический разбор басмолы, то есть слово бисмиллахи ррахману ррахим, с именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Бисми, альба это харфу джарм, предлог родительного падежа, харф который ставит одно имя в состояние джар. Мабнию аль кассри с неизменяемым окончанием, с кассрой на конце. Исми, маджрурум бильбай, поставлен предлогом ба в состоянии джар, в родительный падеж. У аля муту джари, признак падежа джар в этом имени, аль кассра тузлахирату аля ахири, явная кассра на его конце. Уфиму тааляк ль джар валь маджруру хиляфан. А насчет того, с чем данный предлог ба, поставленный им в состоянии джар имя, состоят смысловые связки, имеются разногласия. Некоторые вообще сказали, что харф ба здесь может быть зайд, то есть добавочным, то есть не состоящим с чем-либо смысловой связки, а просто служащий для усиления смысла. Так харф бывает асли, то есть имеющий свое значение и состоящий с чем-либо смысловой связки. Таким образом, что если убрать этот харф, это может испортить смысл предложения. Например, Харф ба здесь указывает, обозначает значение использования, совершение действия посредством чего-либо. Так харф ба в этом примере состоит в смысловой связке с глаголом ката резать, то есть резать, порезать при помощи ножа. И как мы видим, если убрать из этого предложения харф ба, смысл портится. Например, если мы скажем, Я порезал мясо ножа, то есть непонятно. Значит харф ба здесь это харфу джарин аслин. Второй вид это харфу джарин заидун, добавочный предлог родительного падежа, такие как ба, например, каф, мин и так далее. То есть он не обозначает в данном примере свое основное значение, а служит только для усиления смысла, например. Значит, когда мы говорим харфун заидун, это не означает лишний ненужный харф, а имеется в виду, что данный харф не указывает на свое обычное основное значение, а служит для другой цели, например, просто для дополнительного усиления смысла. В этом случае такой харф не имеет мутааллах, то есть не состоит в смысловой связке с чем-либо. Если уделить или убрать, изъять этот харф из предложения, его основное значение не портится, не теряется. Однако оно уже не будет иметь такой же силы, как при наличии данного харфа. Например, в Коране мы читаем Разве Аллах недостаточно своему рабу? Здесь харф Ба добавлен к хабару слабого глагола Лейса для усиления его смысла, что происходит очень часто, то есть добавлено харф Ба к хабару глагола Лейса. Таких примеров очень много в Коране. Например, Для большей ясности проведем другой пример. Например, Мухаммад не является студентом или учеником. Здесь мы можем удалить харф Ба и сказать Без харф Ба. Как мы видим, основное значение не изменилось. Оно сохранилось, однако не в той мере, как в первом примере. Итак, если мы здесь скажем, что харф Ба в бисмиллах является Зайд, то есть служащим для усиления смысла и не имеет муталлика, то есть не состоит с чем-либо в смысловой связке, то мы скажем в разборе Аль Ба это харф Джарин Зайдун. Предлог родительного паджа для усиления смысла. Как говорит Ибн Хишам Рахима Аллах. Лучше будет использовать другое слово, вместо слова Зайд, которое может понимать как добавочное или лишнее. А такое не подобает, говорит про харф, приводимый в Коране. Хотя ученые имели в виду только то, что мы разъяснили выше. И все же лучше использовать другое слово, например, как он говорит, сказать Силатун или Джеталкидун и так далее, то есть для усиления смысла и так далее. Значит, Ба мабниу Аллах Касри С постоянной касры на конце, с неизменяемым окончанием. Исми здесь может быть То есть подлежащим, чье сказуемо скрыто, удалено. Например, Исму Аллахи мабдуун бихим Имя Аллаха, то есть то, с чего начинает. В этом случае, мабду будет хабаром подлежащим, а Исму в бисьме будет мабдадом, подлежащим именного предложения. Поставлен в состояние Раф, именительный падеж. В Алямату Рафи признак падежа Раф в этом имени Скрытое дамма на его конце. Проявить огласовки дамма здесь помещала Касра. Огласовка Касра, служащая для усиления предлога родителям поджаба. Как мы видим, если бы не харф Ба, в данном примере мы сказали бы, согласно этому варианту разбора Исму Аллахи мабдуун бихим Значит, Исма это мубтада. Его хабар, сказуемое, скрыто. Хабараху махзуфан, то есть мабдуун бихим Например, Вальжум лату лисмият Именное предложение Минал мубтада Вальхабар состоящий из подлежащего и сказуема Иптида иятун Начальное предложение Ла махалла лагаминал ираби Не имеет места в падеже. Остановимся на этом. На следующем уроке мы проведем грамматический разбор Согласно общепринятому известному варианту разбора Иншаллаху та'алла